В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Этого юного спортсмена в Дагестане знают все и прославился 13-летний Ашахан Хазанатов не только своими спортивными достижениями. На протяжении последних двух лет он активно занимается благотворительной деятельностью. Какой именно в эти минуты в нашей студии Ашахан расскажет моей соведущей Бейли Джазаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Ашахан! Доброе утро! Я благодарю тебя за то, что ты приехал к нам в гости, а приехал ты к нам из Дагестана. В Дагестане, где ты живешь, где ты родился, ты человек уже известный. Так же, как и в Чечне и во многих других республиках Северного Кавказа. Я хочу рассказать нашим зрителям, чем ты прославился. Не тем, что ты профессионально уже занимаешься спортом, а тем, что ты занимаешься благотворительностью. Вот в твоем юном возрасте откуда вот эта идея появилась у тебя? Помогать спецоперации, которая на Украине, помогать нуждающимся. Расскажи, пожалуйста, по порядку. Да, с малых лет папа говорил, надо помогать нуждающимся, мама, от родителей. И у меня сама я хотел помогать нуждающимся. И я видел, наши солдаты ради нас воюют, и вот так я решил помогать людям. Скажи, пожалуйста, откуда ты такие суммы берешь? Да, я занимаюсь спортивным джидо, и я выигрываю различные соревнования. Мне дают папина друзья, братья старшие, и вот так накапливают деньги. Собираешь? Да. Ну, давай расскажем про твою помощь нашим бойцам. Я узнал, что идет спецоперация в Украине, наши бойцы там, и им нужны были машины боевые. И я собрал деньги, и отправил туда деньги. И вот так решил помочь. А нуждающимся, первая твоя помощь, я знаю, ты помогал какой-то нуждающейся семье. У вас в селе? Да. У нас в поселке была женщина, и ее муж уехал на СВО в Украину. И она осталась с двумя детьми. Один ДЦП, у нее был ребенок. И мы пришли, им купили еду, продукты, дали продукты, еду, и еще вдобавок 25 тысяч сверху. То есть это была только твоя идея? Да. Но ты мог же потратить на что-то другое? Да. Но ты решил помогать людям, правильно? Я знаю, что за это тебя наградили. Ты стал человеком земли 21-го года в ЮНЕСКО. Да. Где тебя награждали? Меня награждали в Москве, в Госдуме. И нас награждали тремя грамотами. Там была одна грамота на английском, одна на русском, и грамота гражданин земли 21-го века. Там была еще код, его вбиваешь в гугле, и там выходят граждане земли 21-го века. И вот так награждали. Эта грамота привезли в Филиппин. Я знаю, что про тебя снимают сюжеты у вас в Дагестане, рассказывают друг другу люди, да? Да. То есть ты уже популярный человек? Получается, да. С какой целью ты это делаешь? Да, я помогаю людям от всего сердца, не ради слова или чего-то, а от себя. И так я решу помогать людям. Что касается спорта, будешь ли ты продолжать дальше заниматься спортом? Да, конечно, буду дальше продолжать заниматься спортом. Когда закончишь школу, кем ты хочешь быть? Ты уже выбрал себе будущую профессию? Да, еще не знаю. Сначала нужно дожить, посмотрим дальше, как будет. Что бы ты хотел пожелать нашим землякам, жителям Карачаево-Чешкесии? Я желаю, чтобы был мир над головой, чтобы они жили так же дружно, чтобы помогали и не враждовали никогда. Спасибо тебе огромное за твое доброе сердце и успехов тебе во всем. Спасибо тебе. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует мгновение этот случай наблюдения. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно.